К другим новостям. Глава городского округа Люберцы Владимир Ужицкий провел встречу с жителями микрорайона 3-3-А. На ней обсудили вопросы расселения аварийных домов. Напомним, сейчас в микрорайоне, который расположен на севере города, проживает порядка трех тысяч жителей. Судьба микрорайона 3-3-А решается уже на протяжении долгого времени. Точные сроки застройки пока так и неизвестны. Однако, по словам представителя компании, примерно в мае-июне, после получения разрешительной документации, в течение двух с половиной лет построят первую очередь домов и переселят жителей. Переселение жителей микрорайона 3-3-А, я еще помню, говорили даже в советские годы, эта тема имеет такую же длинную седую бороду, поэтому мы в свое время провели ряд процедур. Состоялся аукцион по развитию застроенных территорий. Началась организация, которая этот аукцион выиграла. По результатам аукциона застройщиком микрорайона 3-3-А стала крупная строительная компания, которая существует с 2008 года. Так, по плану реконструкции, сносу подлежат 47 аварийных домов. Мы проводили тут уже несколько раз слушание, рассказывали вам, что будет на данном микрорайоне. Еще раз напомню основные показатели данного микрорайона. По данному микрорайону подлежит расселению 51 тысяча квадратных метров жилья ветхого, которое подлежит сносу на данной территории. Расселению первой очереди подлежат первые 6 домов. Она подразумевает строительство около 86 тысяч квадратных метров жилья и около 50 тысяч квадратных метров под парковку и общественные площадки. Вторая очередь – дома с 24 по 26 и третья – все остальные дома микрорайона. Так, жители в основном волновали вопросы, касающиеся сроков и того, что они получат взамен ветхого жилья. Меня интересуют сроки расселения. Вот первые 6 домов приблизительно понятно. Я же не думал. Нет, по первым 6 домам понятно. Дальше этап какой будет? По словам застройщика, примерно 8 лет должно уйти на реализацию программы по реконструкции микрорайона. Итогом собрания стало предложение Владимира Ружицкого провести индивидуальную встречу застройщика с жителями первых 6 домов. Так было решено назначить персональное собрание на 14 февраля в 18.00. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.